Фестиваль в этом году возглавила телеведущая Оксана Федорова. Впрочем, основатель Кинотаврика и теперь уже бывший президент Марк Руденштейн пообещал, творческий смотр останется прежним и сохранит свои лучшие традиции. В этом году участниками фестиваля стали около тысячи юных талантов и творческих коллективов из России и стран СНГ. Среди них воспитанники детских домов и школ-интернатов. В эти дни они демонстрируют свои способности в семи номинациях конкурса. Жюри оценивает вокальные, спортивные и артистические данные участников. В детском кино очень много очень важного, я бы так сказал. И это важное, оно вот здесь у нас на нашей площадке происходит. И наши маленькие сочинцы, они имеют такую возможность вот вместе со своими родителями быть первыми участниками. Это здорово. Помимо прочего, зрители ожидают показ фильмов, детских и юношеских киностудий, дефиле, театр мод и конкурс «Мини-мисс» и «Мини-мистер Кинотаврик». В этом году партнер фестиваля – фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро». Волонтеры уже провели благотворительную акцию для сочинских ребятишек с трудной судьбой. К юному поколению на фестивале отношения особое. Уже другой фонд «Планета мира» организовал выставку картин художницы Екатерины Карповой из Хабаровска. Главный герой экспозиции – дети с синдромом Дауна. Это будет хорошим поводом вместе с детьми прийти, посмотреть на эти полотна и понять, что в нашем мире существуют разные дети. Они очень добрые, они действительно солнечные. Выставка, как и большинство других мероприятий конкурсной программы фестиваля, проходит в Зимнем театре. Уже в среду, 4 ноября, он подведет итоги. Победителям в торжественной обстановке вручат призы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует.